Существует история, что когда Сталина спросили, когда же наступит победа, когда Левитан объявит, ответил он. Гитлер обещал за голову Левитана до четверти миллиона марок. По тем временам это была просто невероятная сумма. Левитан попал на глаза Сталину, когда в 19-летнем возрасте в январе 1934 года зачитывал по радио в ночном эфире передовицу правды. Голос диктора услышал Сталин, который тут же связался с руководством радиокомитета. Уже доклад Сталина на 17-м съезде озвучил именно Юрий Левитан. Вскоре голос Левитана превратился в официальный голос Кремля. А с момента нападения Германии голос Левитана сообщал и трагические, и победные новости. Советское правительство понимало важность Левитана и всячески его оберегало, ведь по некоторым данным Гитлер даже приказал сформировать специальную группу, которая должна была пробраться в Москву и убить ненавистного Гитлеру диктора. Левитана постоянно и круглосуточно охраняли, а спецслужбы распространяли заведомо ложные слухи о внешности Левитана, пытаясь ввести в заблуждение возможных диверсантов и немецких осведомителей. Почему же Гитлер считал даже не Сталина, но именно Левитана своим самым главным врагом? Дело кроется, вероятно, в отлаженной системе пропаганды Германии. В годы Второй мировой войны на Великобританию работала немецкая радиостанция «Говорит Германия». Наиболее ярким диктором был Уильям Джойс, один из лидеров Британского союза фашистов, который весной 1940 года бежал в Германию. Джеймс хорошо знал британский менталитет и говорил с речевыми особенностями, выдававшими в нем представителя высших классов. Другими словами, его голос, хоть и как голос врага, умудрялся достучаться до простых британцев. Именно по такому критерию и пытались найти нацисты уникальных пропагандистов для каждого из вражеских регионов. Они находили человека с хорошими в том числе и вокальными данными, знавшего местную специфику, язык и способного внятно объяснить необходимую информацию. Передачи вели и на польском, и на белорусском, украинском, и даже на идише для Минского гетто. А вот с диктором русского языка аналога Левитану найти не удалось. На саму Германию вещал, как правило, Ганс Фритчи. Все новости он объявлял скороговоркой, понятной немцам, но не имевшей такого влияния ни на кого больше. Напротив, раскатистый язычный бас Левитана захватывал внимание с первых секунд. Генерал Черняховский даже сказал, что голос Юрия Левитана был равносилен целой дивизии. Его манеру сообщения описывали как «железный голос» или «грозный бархат». Некоторые считают, что дело не в самом человеке, а в его таланте. И в данном случае дарили Левитана понять, каким голосом, каким тембром, с какой интонацией читать ту же сводку с фронта. Уже после войны Левитан рассказал о некоторых хитростях, которые слушатели считали его личным качеством. А на самом деле это просто помогало Левитану войти в курс дела. Суть в том, что из-за особого режима секретности конверты с текстами, которые доставлялись Левитану, можно было распечатать только за несколько секунд до выхода в эфир. Поэтому диктору приходилось читать с листа. Чтобы ознакомиться с текстом, вначале читая Левитан, специально растягивал слова. А за это время успевал пробежать глазами следующий фрагмент текста, чтобы понять, о каких радостных или трагических событиях пойдет дальше речь. И придать голосу соответствующую интонацию. Интересно, что именно благодаря Левитану в русском языке была официально признана и принята ошибка в ударении. В августе 1943 года диктор читал первый за все время войны приказ о проведении салюта в честь освобождения Орла и Белгорода. И сделал ошибку, сказав, столица нашей родины будет салютовать. А по правилам русской речи следовало поставить ударение иначе – салютовать. Однако скандала не было. Просто было решение использовать это слово в редакции Левитана. Причем даже на начальном победном для Германии этапе войны Гитлер уже возненавидел Левитана и приказал после взятия Москвы его повесить первым. Кстати, министр пропаганды Геббельс мечтал, чтобы Левитана привезли в Германию и чтобы сам главный русский голос объявил о победе Великой Германии в войне. С начала 70-х Левитан изредка появлялся в телепрограммах или озвучивал кинохроники и закадровый текст. В августе 1983 года диктора пригласили принять участие в торжествах по случаю освобождения Орла с Белгородом. Несмотря на плохое самочувствие, Юрий Борисович поездку отменять отказался. Ему стало плохо прямо под Прохоровкой. Там же самый известный диктор СССР и умер от сердечной недостаточности. На похороны Юрия Борисовича пришли несколько десятков тысяч человек. Похоронен диктор на Новодевичьем кладбище Москвы.